Впервые праздник Дня артиллерии был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Дата 19 ноября была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1942 году с мощной артиллерийской подготовки Красной Армии началось контрнаступление в ходе Сталинградской битвы. С 1964 года праздник отмечался как День ракетных войск и артиллерии. 19 ноября в День ракетных войск и артиллерии в Славянском электротехнологическом техникуме прошло торжественное собрание ветеранов-ракетчиков и артиллеристов. В нём приняли участие офицеры, их семьи и школьники. Организаторами мероприятия выступила районная общественная организация ветеранов вооружённых сил. Длительное время в Славянске-на-Кубани, ещё с 80-х годов, стояла артиллерийская бригада. В 80-е годы это была бригада большой мощности, затем в 90-е годы путём слияния бригады, выведенной из западной группы войск и бригады большой мощности, была образована 294-я артиллерийская бригада. В Славянске-на-Кубани артиллерийская бригада базировалась с 1980 года. В 2010-м она была расформирована. Однако 140 ветеранов войск остались жить в крае, многие из них в нашем городе. Их поздравили с памятной датой и вручили благодарственные письма и подарки. Героические традиции достойно продолжают современные поколения военных, ракетных и артиллерийских войск вооружённых сил России. В мирное время ракетные войска и артиллерия стоят на страже Отечества и берегут рубежи родной страны. Они являются примером для подражания подрастающему поколению. Папа уже 12 лет служит в этих войсках. Мне важен этот праздник, потому что я тоже собираюсь идти в военное училище на артиллериста. Мне нравится артиллерия, расчёты, углы, геометрия, физика. В завершении торжественного собрания для всех присутствующих прошёл праздничный концерт Народного вокально-инструментального ансамбля «Кавказ». Служить России суждено тебе и мне, Служить России в удивительной стране, Где солнце новое встаёт на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, И пусть военная дорога нелегка, Мы будем верою и правдой служить России.